ВООБЩЕ ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ Каждый помнил то, что преподают еще в школе, на уроках ОБЖ. Ведь, как показывает печальная практика, даже обычный поход в торговый центр может закончиться трагедией. И вот мы внутри. Первое, на что стоит обращать внимание, но, увы, мало кто это делает, план эвакуации. Вот он, как правило, здесь указывается кратчайший путь, и в случае чего это знание спасет вам жизнь. Ведь современные торговые центры строят так, что сразу непонятно, где же выход. А еще спасти жизнь может обычный телефонный звонок. Набираем телефон экстренной службы 112, объясняем диспетчеру причину своего звонка, горит здание, называем адрес или название торгового центра, ведь сделать это нужно по одной простой причине. Возможно, никто, кроме вас, в суматохе пожарных-то и не вызвал. Итак, здание горит, без паники, всегда есть лишние секунды остановиться и подумать. За это время с вами ничего не произойдет, но вы четко поймете, куда идти и что делать. А главное, делать это не спеша, ведь в противном случае давка, паника и судьба хромой лошади. Если пожар все же произошел, нужно найти огнетушитель торговых центров, они вот в таких боксах. Нужно его достать и воспользоваться. Но и здесь есть свои хитрости. Если вы застали возгорание в самом начальном этапе, когда оно очень локально, безусловно, первичные средства пожарных тушений вам помогут его локализовать или ликвидировать, в случае, если вы умеете это делать. Если возгорание серьезное, пора выбираться. И вот главная опасность. Едкий дым. Чтобы не отравиться, необходимо лечь на пол. И в таком положении нужно продвигаться к выходу. Но проблема вся в том, что угарный газ тяжелее воздуха. Поэтому и так тоже нужно отравиться. Вот решение проблемы. Намочить платок или салфетку обычной водой, прижать плотно к носу и рту и уже в таком положении искать выход. Старайтесь не делать сильных глубоких вдохов. Естественно, лучше дышать поверхностно, по возможности минимизировать количество вдохов. Если вы понимаете, что вам нужно пройти через какой-то участок, где особенно плотное задымление, лучше в максимально, возможно, чистой зоне сделать глубокий вдох и пройти его на задержке дыхания. Важная ремарка. Пользоваться лифтом или эскалатором, даже если вы в торговом центре, нельзя. Надо искать запасной выход. Все двери эвакуационных выходов всегда открываются наружу. Если вы идете, и дверь открывается навстречу вам, значит, вы идете в противоположном направлении. И вот мы на улице, но далеко не уходим. Важно убедиться, что пожарные смогут припарковаться. И если это необходимо, уговорить владельцев авто переставить свои машины. Но главное, если у вас есть возможность помочь кому-то, помогите. Ведь лучше спасти чью-то жизнь, чем собственное имущество. Михаил Теретьев, Николай Савчин, Данил Гончаров. Программа «Вместе». Ну, в общем, как становится ясно из репортажа нашего корреспондента Михаила Теретьева, единственное, что вас может спасти, это носовой платок и бутылка, потому что вряд ли кто-то будет искать план эвакуации, как только попал в торговый центр. Теретьев, Николай Савчин, Данил Гончаров. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...